Манипуляции специалистов с лабораторными склянками действуют гипнотически, как фокусник на зрителя. Вдруг прозрачная вода становится красной, желтой или голубой. Но это не сцена, а самое что ни на есть настоящая аккредитованная лаборатория. Цветая святых ТО «Водные ресурсы маркетинг». Именно здесь проводят анализ проб питьевой воды. Вкусовые качества, у нас запаха, цветности, привкуса, железа у нас нет. Если, допустим, железо есть в воде, это уже желтая вода. Допустим, в Астане вода, сероводород, оно пахнет болотным запахом. У них глубина скважин очень небольшая, где-то 30-40. У нас имеет скважины глубину порядка 80 и до 100 метров. Это чистейшая вода. Свинцовый завод, у нас всегда там, когда были скважины, относились к свинцовому, там всегда вода была с сероводородом. Очень по температуре она была всегда тёплой и с запахом сероводорода. Тухлядина воняло, да? На сегодняшний день эти скважины закрыты. Весь город полностью, закольцовка водопровода, и поступает вода сейчас у нас только с Акбая. Она сейчас у нас полностью хлорируется, то есть обеззараживание воды идёт перед поступлением в сеть. Уже обеззараженная вода поступает по сети. Полностью весь город только обеспечивается Акбай-Карасуйской водой. Цель проводимых в лаборатории исследований – обеспечение населения города безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу, а также обладающей благоприятными органолептическими свойствами питьевой воды. На данный момент проводится определение общей жёсткости воды из Акбай-Карасуйского водозабора. По ГОСТу жёсткость допускается до 7, наша вода имеет среднюю жёсткость – 3,5. Производственный контроль качества питьевой воды включает в себя определение состава и свойства воды источника водоснабжения и питьевой воды в местах водозаборов, контроль за технологической обработкой воды из поверхностных водоисточников, питьевой воды перед поступлением её водопроводную сеть и контроль за питьевой водой в распределительной сети города. Со скважин делается азотная группа. По ГОСТу 28-74-82 или санитарной нормы 209 мы должны делать азотную группу. И прежде чем делать азотную группу, мы обязательно делаем калибровочный график. Калибровочный график говорит о том, что правильно ли сделан анализ. Поэтому мы делаем определенные дозы калибровки и снимаем на КФК. В нашей воде норма должна быть 45 мг на дециметр кубический, а у нас в нашей воде где-то 15-20, что соответствует ГОСТу. Работа у специалистов лаборатории очень ответственная, но здесь уверены в своих знаниях и гарантируют, что вода к потребителям поступает высокого качества. Спасибо. 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 Спасибо.